Здравствуйте, меня зовут Архипов Илья, психолог, и сегодня мы продолжим рассматривать по синтезологике, каким образом нам оздоравливать свою психику, и конкретно рассмотрим методы и способы, как решать психологические противоречия, становиться более здоровыми, с правильным мышлением. Будет интересно. Итак, в книге синтезологика описано несколько методов работы с противоречиями, и первый из них это таблица ресурсов, то есть мы описали 5 видов противоречий, с которыми мы можем работать, и в этой таблице написано все эти 5 видов, и каждому из них ресурсы подобраны. То есть вы просто открываете таблицу, видите, находите свой тип противоречия, допустим, хочу, но не могу, и видите напротив него, какие ресурсы могут быть общие, и конкретно к этому непосредственно противоречию могут вам помочь. Там есть наводящие вопросы, которые вы читаете, и получаете ответ. Вот такая табличка, так она выглядит. В этой таблице вы можете найти ответ на свои вопросы. Допустим, хочу, не могу, есть препятствия, есть наводящие вопросы, помогающие сформулировать причину. Случалось ли подобные ситуации в прошлом, какие ресурсы необходимы для решения этого достижения цели. Наводит вас на мысль, когда и где хочу достичь желания, чтобы вы начинали думать, и это противоречие постепенно решалось. Дальше, что предложено в книге «Синтезологика» – решение противоречий с помощью умозаключений, которые приняты в логике. А в логике принято умозаключение выводить через три основные способа. Это дедукция, индукция и аналогия. И, применяя эти три простых способа, вы можете изменить свои убеждения с ограничивающего на какое-то новое. Дедуктивное мышление – это когда из общего правила выводится частное правило. Индуктивное мышление – это, наоборот, из частных случаев выводится общее правило. А мышление по аналогии – это поиск каких-то похожих вещей, свойств и аналогий, метафор, возможно, которые помогут изменить данное убеждение. Следующий интересный способ решения противоречий – это логический квадрат. По нему особенно хорошо можно изменять ограничивающие убеждения, которые склонны к конкретизации или к обобщению. Но обобщение – это, например, говорят «все цветы прекрасно пахнут». Ну, вроде истинное суждение. А если мы найдем исключение из этого, допустим, где-то в Южной Америке растет цветок, который отвратительно пахнет. Следовательно, убеждение «все цветы прекрасно пахнут» – оно неверное. Потому что есть исключение. И вот логический квадрат, он как раз-таки состоит из «все да, все нет, некоторые да, некоторые нет». И мы можем перемещаться по ним. В этой книге «Синтезологика» он описан. И как изменять убеждения по нему тоже описано, можно этим пользоваться. Ну и, конечно, столпы основы всего правильного мышления и верных умозаключений – это четыре закона логики. Применяя которые, убеждение будет непримерно верным. Поэтому, решая противоречия, мы, конечно же, опираемся на законы логики. Что это за четыре закона логики? Первый закон логики – это закон тождества. Он сформулирован Аристотелем трактатия «Метафизика». И таким образом, иметь ни одно значение – значит не иметь ни одного значения. То есть, по этому закону логики понятие должно быть четко определено. И отличаться должно от других понятий. Чтобы не было путаницы, о чем мы говорим, о чем мы думаем. И что мы подразумеваем под этими различными терминами. После закона тождества идет второй закон – закон непротиворечия. По нему не может быть два суждения одинаково верными, если одно из них является простым отрицанием другого. И таким образом, мы понимаем, что либо день, либо не день. И мы тогда можем отличить одно понятие от другого. Закон исключения третьего – это третий закон логики. И он более жесткую форму принимает, чем второй закон логики. По нему не может быть между двумя простыми отрицаниями что-то третьего. То есть, если день не день, ничто уже нельзя вставить в третий. Это будет ложно. Это называется, так сказать, противоречие. Но есть еще противоположность. Это можно сказать день и ночь. Но это уже не относится к третьему закону логики, потому что это непростое отрицание. Поэтому, если вы хотите правильно строить свое убеждение, лучше использовать третий закон логики с простым отрицанием, и он дает более точную формулировку. Если три закона логики, которые мы описали, были сформулированы Аристотелем, то четвертый закон логики был сформулирован Лейбницем. И он называется «Закон достаточного основания». Он звучит так, что у любого утверждения или суждения должны быть основания и доказательства, аргументы в пользу этого, и тогда его можно считать верным. То есть нельзя бездоказательно и безосновательно что-то говорить, потому что это потому. Это не пойдет. Нужно дать аргумент, почему вы так считаете, и подкрепить какими-то доказательствами. И вот если опираться в своих суждениях на четыре закона логики, соответственно, умозаключение принимает правильный вид. А вот вы теперь попробуйте свои противоречия, которые у вас выявлены, как-то начать изменять. Примените к ним четыре закона логики. И попробуйте и заграничивающего убеждения переделать с помощью этих законов логики в ресурсное убеждение, которое будет правильно. Если у вас есть вопросы, вы хотите обсудить, пишите в комментариях. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...